Снайпер сегодняшнего этапа, она и Ислова стали всего-навсего двумя спортсменками. Обратите внимание, как на спуске возвращает себе почти уже потерянная Дороте Авирер. На двух спусках она отбрасывает своих ближайших преследовательниц. Ну и, конечно, отыгрывая после стрельбы почти 12 секунд, и Динара Олимбекова имеет дело отнюдь не с пешеходом, отнюдь не с медленной гонщицей. И видно, насколько она устала, видно по ногам, насколько все налилось с молочной кислотой, насколько все закрепощено. У Иререр, к слову, тоже. И поэтому балансирование на таких ногах тоже очень непростая задача. Вираж за виражом, на дрожащих ногах. Щевалье довольствовала своей третьей позицией и довозит ее уже просто-напросто. Главной задачей своей, пожалуй, считая не упасть, потому что она понимает, она видела по отметкам, что Рисовый и Фокт успокоились, и они уже очень далеко, они уже в полуминуте. То есть, если сама себе француженка не помешает, никто ей уже не помешает, вернулся на пьедестал почета после всех этих нервотрепных гонок. Как же отчаянно местные тренеры хотят, чтобы вернулась Вирер по-настоящему, чтобы она замотивировалась дополнительно, потому что опять пошли разговоры. Такие спокойные, с улыбочкой о том, что в жизни много всего интересного, и все это интересное хочется попробовать, и поэтому не вечно же ей в самом деле бегать. Потерять Вирер при нынешнем раскладе в женской, в особенности сборной. В мужской-то прорастают какие-то контуры будущих успехов. А в женской сейчас, по самому большому счету, в женской кризис. И Вирер отпускать никто на гражданку не намерен. И вот она все-таки, как это часто бывает, под конец, когда у нее в принципе на родном снегу не очень идет, но под самый-самый финал все-таки на малой родине своей Доро берет золото кубковое. Не дотянулась до нее Олимбекова, хотя потратила очень много сил, и здорово пробежала последний круг, но тоже бросила здесь работать, поэтому, возможно, этот круг последний будет не самый быстрый в ее исполнении, а кто-нибудь там в глубине пробежит его быстрее, это уже не имеет никакого значения. Возвращается на пьедестал и Динара, лидер сборной Беларуси. Ну а учитывая, что француженок было аж четыре, которые претендовали совсем еще недавно на призовое место, какая-то должна была быть на подиуме, и это какая-то Шевалье Буше. Четвертое Резцова.